Спорт объединяет людей, навод разных национальностей. Для профессийного спорта и в области не существует межа и отлеглостей. Нередко спортивные плясовки нашей области становятся местом тренировок для замежных команд. Этот физкультурно-оздоровленный комплекс у Жлобини не стал выключением. Супрацовничество с замежными спортивными делегациями в приоритете как на областном, так и на республиканском узровне. Шмат робится для развития спортивной инфраструктуры. Для примера, Жлобинский центр Олимпийского резерва сегодня не соступает многим замежным. На базе центра шесть спортивных объектов и гостинный комплекс. Як следствие, махчимость примать великую колькасть спортсменов у разного узровню и у разных видах спорту. Буквально еще даже сегодня находятся на сборе команды из Санкт-Петербурга по бадминтону, команды из Подмосковья по футболу. Впервые в Гомельской области, в нашем центре Олимпийского резерва, мы принимаем иностранную команду с восточной культурой и религией. Плавание в Бахрейне пока не на высоком уровне. Между странами Катара, Кувейта, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна проводятся соревнования Персидского залива. У нас там были золотые медали, серебряные и бронзовые. Также есть рекорды. Мы недавно ездили на чемпионат мира в Казани, где за всю историю Бахрейн представляла самая юная участница – Альзейн Тарак. Десятигодовая девчонка Альзейн Тарак у плавания с пяти годов. Сёня заявляется заслуженной спортсменкой королевства Бахрейн. На чемпионате света у Казани Альзейн показала один из лепших выников. В Казани на чемпионате мира я выступала на дистанции 50 кролей и 50 дельфин. Надеюсь, что в следующем году на местных соревнованиях снова пройду квалификацию для выступления на чемпионате мира. В будущем я мечтаю стать великой спортсменкой. Я буду стараться достичь этого и буду стремиться к олимпийской медали. Плывцы с Бахрейна уже поспели опробовать бассейн мясового спортивного комплекса. Еще недавно он был первым по величине в области. Сёня займает другое место после Палаца водных видов спорта у областным центра. Здесь очень хорошая база, и мы думаем, что в дальнейшем будем сотрудничать. Мне, как менеджеру команды и спортсменам, здесь очень понравилось. Это наш первый визит в Беларуси. Я теперь уверен, что он не последний. Спасибо. Хорошо. Thank you very much. Усходные спортсмены и в наступном годе меркуют приехать на сборы минавито у Жлобин. И вельмис подяются, что Зусимхутка у Жлобинских плывцов отрымается наведать Королевство Бахрейн за отказным визитом. Катерна Жданович, Александр Александронец, телерадио «Компания Гомель» со Жлобина.